Девушки отдыхают 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 Что ты теперь не просто занимаешься самым одним складом, а ты еще и занимаешься разведкой Академии в целом. Розкажи в двух словах, что вы имеете в виду? У нас скоро будут анонсы на эту тему. Все, наверное, не буду рассказывать. Но, скажем так, я буду выполнять и уже выполняю обязанности спортдера в Na'Vi. Это не только Академии, но также настроение работы, структура во всех составах Na'Vi. А, то есть ты будешь даже мать, безусловно принимать решения по, например, CSGO складу, по Dota складу, правильно понимаешь? Ну, типа, как спортивный директор. Да, частично. У нас просто есть основные составы, в которых все, так сказать, автоматизировано. Им главное помогать, делать условия и пишать их, так сказать. Ну, то есть, в принципе, ты можешь даже подбирать, например, где-то скаутить каких-то игроков, например, в Dota склад, или нет? Или это не входит в обязанности? Да, конечно, но у нас есть тренеры, игроки, которые опытнее меняют в непрофильные игры, так сказать. То есть задача больше, наверное, к ним прислушиваться, помогать и общаться с игроками, в первую очередь. От, в цьому розрозі цікаво почути на наступное питание-відповідь, и это, я думаю, не только мне цікаво. И, в принципе, знаешь, как у нас киберспорт зараз така досить хайпова тема в целом, и много до меня звертается дорослих людей, в которых уже есть дети, которые там задротят, и они хотят, знаешь, какой-то развит. В этом плане интересное вопрос, как вообще происходит скаутинг в Академию, то есть как ты находишь детей, молодых детей, как ты их выбираешь, какие платформы для этого используешь и так далее. Чи может там тебе подзвонить, например, тетя, подруга мамы и сказать, можно, будь ласка, нашего сына взяти на работу до вас? У меня была ситуация такая, по-моему, в прошлом году, когда мама сказала, что вот, есть у тети сын, посмотри его обязательно. Я сказал, мама так не работает. В общем, скаутинг проходит на всем, чем возможно. Это первые игры какие-то или на HLTV, или турниры, там, где я смотрю именно, подходит ли нам ребенок. Это в первую очередь язык, это в первую очередь возраст. То есть мы сейчас стараемся не брать старше 16, потому что очень важно ДНК Нави с самого начала прививать. Конечно, есть социум, который влияет, и более взрослых игроков уже тяжело брать. Также это основная, конечно, платформа, это FACET. Ну и с последнего времени это украинские игроки в приоритете. Конечно, мы рассматриваем игроков из Казахстана, Латвии, Эстонии, Литва, все русскоязычные страны, так сказать. Кроме России и Белоруссии. А, то есть Белоруссии тоже сейчас вы не рассматриваете. А это может быть, ну, типа, ты говоришь, там, HLTV.org, например, ты можешь, видишь, какая-то команда, ты видишь, что там парень играет из Украины, и ты можешь зайти, посмотреть матч и просто его оценить. Конечно, конечно. А также у нас есть ребята разные. Ну, это не наши скауты, просто, так сказать, знакомые, которые варятся в киберспорте, да, они периодически могут посоветовать посмотреть какого-то игрока. А также у меня есть помощник, он Игорь Краш, я его знаю, думаю, да. Он занимается NaviUse, и он тут также подбирает игроков. Плюс, самый важный момент забыл сказать, у нас есть проект такой Road to Navi. Каждый может зайти, заполнить заявку, мы ее видим, и смотрим демки, встречаемся с игроком, смотрим, подходит он, нет, и тогда его приглашаем на тест. То есть это можно официально найти, там, умовно, какой-то мейл, правильно я понимаю, где-то на сайте, или где? Нет, есть сайт, называется, он так и называется. Я думаю, что мы можем потом вставить в видео посилание, да, и на него, то есть, человек может прийти, отправить вам свои демки, правильно я понимаю? Да, я даже вот прямо сейчас могу скинуть, я знаю, как комнату, скину в общий час. Ну, потом, да, 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 потом мы этим, то есть, реально, будь-яка людина, там, хлопец из Украины 13, 15, 16 лет может отправить вам заявку, и вы ее разглянете? Конечно. Прикольно. У нас сразу, мне вот даже все сразу на телефон приходят все заявки, их смотрю или я, или в последнее время этим занимается Игорь больше. А ты, вот, враховывая то, что там произошла структурная изменяя Игоря, сейчас больше придирает внимание самому вашему складу Нави Джуниор? Или все же таки ты керуешь команду и тренировочным процессом? Полностью я управляю, как сказать, это еще время надо, чтобы этот переход произошел. До конца турниров я точно с ребятами, ну и в будущем, как бы это главный проект Нави всегда был. Взращивание молодежи, это нам позволило отказаться от трансферов, мы три года уже никого не покупаем. И это проект, который я изначально делал, первая моя работа в Нави, единственная. Поэтому я буду дальше продолжать уделять времени Академии, ну и, конечно, мы будем стараться открывать Академии, в первую очередь для украинцев, по другим играм, такими как Дота, возможно, Валорант и так далее. Ну просто трешки сгодом, а зараз Нави Юс иснует, правильно я разумею? Да, там сейчас идут тесты, мы ищем игроков. Как ты знаешь, за месяц до Академии мы попрощались с русскими игроками, и сформировали вот сейчас шесть человек, полностью украинцев. Соответственно, я их брал с Юс состава. И Юс состав полностью пустой. Сейчас как раз вот идут тесты. И насколько я общался с Игорем пару дней назад, они уже почти закончены, там пару моментов. И я думаю, в течение месяца, может, пару недель мы анонсируем его. Тобто будет полностью окомплектованный склад, я зрозумев. Прикольно. А что касается от зараз того склада, который есть, в целом уже пройшло у нас досить много игр Академии. Не самі, напевно, результати, которые бы хотел бы ты побачить в том числе, но, снова же таки, мы понимаем, что это команда, которая формуется с нуля, по суту, сейчас. Так, конечно, вам довелось повернуть эфира. Это, снова же таки, есть Даня, хитрик, да, около которого, напевно, можно будувати команду. Что ты можешь сказать по другим гравцам, может, ты когось можешь виділити. Может, даже если ты не хочешь виділяти, я понимаю, потому что это, напевно, как дети, ты не можешь сказать, что это хороший, это плохой, ты, как бы, всех однаково любишь. Дай какую-то, знаешь, коротенькую характеристику, потому что мы, например, от там Демона або Фроузика взагалі не знаем. Если с хитриком або с Фиром там еще больше-менее знакомые спілкувались, то от с молодыми взагалі не знаем их. Дай какую-то такую небольшую характеристику по каждому гравцу. Может, там кто-то хиллый до этого, те и там такие. Может, какие-то твои такие зауважения. Ну, интересно, чтобы ты больше раскрыл самих гравцов. Ну, у нас, как бы, с новых игроков в этом сезоне, это, как ты сказал, Фроузик и Демон. Адаму 13 лет, он... Адам – це кто? Фроузик. Фроузик. Да, ему 13 лет, вот скоро должно исполниться 14. Замечательный малыш, он сам с Донецка. И 5-7 лет назад он переехал с родителями в Прагу. Он живет в Чехии, украинец. Очень талантливый парень. У меня на него большие планы. Если он будет идти по правильному развитию, то, что мы сейчас делаем, я уверен, что он станет великим игроком. Он очень хорошо чувствует игру, у него классная механика. И есть игроки, знаешь, которые к тебе уже приходят с очень сильной базой, так сказать. База, что я имею в виду? Чувствам игры, чувствам карты, да, вот этой игровой вселенной, так сказать. И вот он ее чувствует, но он не понимает свою силу еще. И вот ему надо ее показать, куда правильно прицел ставить, как отыгрывать. Ну, грубо говоря, то, чем мы тут занимаемся. Поэтому Адам очень сильным игроком вырастет. Он очень приятный малыш, и у меня на него большие планы. Также у нас есть тоже Дима Демон, тоже 14 лет. Он пока что не сильно выделяется, но его механика вообще на другом уровне. Такую механику, честно, я очень редко встречал. У него рак знаний, потому что он еще тоже малыш. Ему вот буквально недавно 14 исполнилось. Но он тоже станет очень крутым игроком. Он очень классно развивается. Я ему потихоньку сейчас даю карты. Они с Марком Андрокином меняются. И, опять же, на него очень большая надежда у меня и у Na'Vi в будущем. Он живет в Днепропетровске. Для них обоих это первый вообще турнир. Поэтому то, как они себя показывают, мне на самом деле очень нравится. Также у нас есть два парня, которые играли в прошлую же Академлигу. К сожалению, у них не пошло, и на это что-то не очень идет. Но у нас тоже на них большие надежды. Это Андрей Ниппл и Марк Анбрукен. Марк, в первую очередь, умный игрок. У него есть некоторые игровые проблемы, но мы их сейчас стараемся фиксить. Я думаю, в будущем мы воспитаем очень хорошего опорника. И Андрей Ниппл, тоже большие у меня на него надежды. К сожалению, он в прошлую неуверенно отыграл лигу, и эту не очень. Но на праках мы играем с достаточно сильными командами, с тир-один командами. Достаточно часто выигрываем, и он показывает такие вещи, которые я редко вижу в таком раннем возрасте, 16 лет. Но ему нужна стабильность, он должен получить весь опыт игры против сильных игроков. Потому что праки праками, все видят официальные игры. Это самое важное. Но я верю, что пройдет время, и это перейдет им и на официальные игры. А чуешь, скажи, будь ласка, а от хэтрик у вас сейчас мейн снайпер, у вас нет потенциалу кого-то еще использовать как снайпера? Сейчас, как бы, мы месяц назад поменяли состав, и надо было срочно подготовиться к турниру, как было возможно, так сказать. Я ляпал эту команду, да, тот опорник, тот тот, и надо еще время. К сожалению, сейчас не очень много украинских игроков есть, даже по заявкам, которые сейчас приходят. Больше активизировались казахи, латыши, периодически наши приходят. Но сейчас такая ситуация в стране, мне кажется, не всем до игры, да. Поэтому пока что замены как снайперу нет. У нас есть Адам, второй снайпер, но он не очень любит эту пушку использовать. То есть, когда я его уже прошу, да, он ее берет, сам как бы не берет. Поэтому прошлых составов у нас всегда было один, два, три иногда человека, кто мог взять снайперскую винтовку. Сейчас, к сожалению, у нас такого нет. Поэтому мы используем Даню как АВП после сезона. Я буду думать, что делать, потому что, в первую очередь, у нас, как мы смотрим на первую команду, да, как игрок может себя показать в ней. И, к сожалению, место снайперу там занято. Ну, выходя из этого вопроса, остается у нас двое таких гравцов, которые уже не первый сезон играют в складе, да, и которые у нас... Фир у нас пішел из команды, потом вы его вернули. От Фир и Хеттрик, так, они, напевно, сейчас среди всех выглядят как таки гравцы, ну, не Тир-1 ревня, но гравцы, которые потенциально могут играть в Тир-1 команды. Я не говорю про Нави, я взагалом, так, ну, по ревню, по вражению. Что ты можешь сказать про них, и, чи може, от, наприклад, ну, гипотетичную ситуацию, я вам, чи може Фир умовно підсилити там першу команду в розрязі того, що там зараз там потрібен нібито капитан, там відбувається певна перебудова. Ну, так, суто гипотетично, так, теоретично. І, Хеттрик, наскільки ці гравці вже там можуть піти в Тир-1 команды, наскільки це реально, на твою думку? Це реально, чому нет. В Нави, якби, тяжело, конечно, буде тут, індивидуальний уровень игроків дуже силен, тому Родіону буде дуже тяжело именно колити с такими игроками, як Симпл, Електроник, коли у них знання совершенно на другому уровні полностью. вони багато років грають, багато років грають тільки топові турніри, і к цьому потрібно підійти. Родіон дуже талантливий капітан, в принципі я його повернув, тому у нас були проблеми. У нас все малыши, 13-14, 15-16 років у нас такий состав. І мені потрібен був игрок, який буде вести команду, коли я не можу говорити. У мене там ограничено время в общіні. А у мене договор з Родіоном, він повернувся до конца Академліги. І після цього він, скоріше, зайдет за своєю мечтою попробувати виграє турніри на більш місокому уровні. А по поводу Дані, Дані вже сформувавшийся граєк, він вже був задействований в основному команду. Але, як сказати, він себя неплохо показав. Були провалі, були отличні граєк, але проблема в тому, що АВП, який приходить опорника, але це зовсім різні ролі, йому тяжело. І Дані дуже талантлив, він вже получив багато знань. У нього не хватає стабільності, к сожалению, але йому теж 17 років, вона прийдет, і я уверен, він стане сильним игроком. По поводу Наві, поки що я не можу відповідати, що ребята ще молоді, плюс состав поки що укомплектований на ближайші турніри, тому будемо дивитися, що вийде. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, от таке питання до тебе. Чому, як ти вважаєш, і взагалі твоя думка, чому не всі кіберспортивні клуби, наприклад, створюють академію, і чому на твою думку це важливо в цілому? Ну, тут, ти знаєш, якщо посмотрить на всі академії, які существують, у всіх разний підход. Також, як, ну, такого підхода, як у нас, я думаю, ні у кого нет. Возможно, сейчас только... Астраліс? Не перестроїлись, перешли більше на молодую модель воспитання игроків з нуля. Остальні все академії більше работають, як сказати, щоб виступити на турнірі академії. Тобто їм не важливо, скільки років, як він виспитувався. І по примеру других команд, так сказати, к факту, ну, ні один академіст не виступився. Ну, дивись, дивись, давай просто пройдемось по командам. На мою думку, наприклад, от, Фурія, БіАйДжі, там, навіть ті самі Моуза, вони міняли склади. Якщо не казати про Моузів, у яких два гравця пішло в першу команду, результатів в першій команді особливо немає, хоча, як на мене, Торжи дуже талановитий снайпер. Але, от, наприклад, БіГі, вони поміняли склад. І в них зараз от Хайпет, або Сін, це такі досить непогані гравці. Крімбо грає в першій команді. Якщо говорити про Фурію, то в них взагалі в цьому сезоні дуже великий прогрес, якщо порівнювати з тим, що було в минулих сезонах. І це теж зміна складу. Тобто, так, можливо, модель у них не така, як у вас, але вони міняють людей. І це говорить про те, що вони теж в пошуку. Так, але вони точечно меніють. Але це чітко для результата на турнір. По поводу Фурі, Фурі поміняла 2-х игроків. Кор 3-х игроків вже грає 1,5-го року почти місяць. Ну, і скільки Академ Рига йде. Год. Риг. Це так. Маус – це повністю купленний состав. Вони купили п'ятірку, да, кожна. Там около, по-моему, 150 тисяч евро стоила вся команда. Це теж покупка игроків на результат. Так, поэтому, ну, я думаю, вони добре поступають. Вони поміняли 2-х игроків, при цьому добавили ще сильніє игроків. ДГЛ і, помню, ще кого-то. То есть, вони беруть уже готових игроків, вони не выращиваються. Соответственно, такі результати у основной команди, якщо ти заметиш. Торзі, в моєм пониманні, він хороший снайпер, да. Але він тир 1,5. Очень важливо, в моєм пониманні, щоб АВП должен быть... Він сам здаєт игру. Він нав'язує свою игру, він іщет фраги. Торзі з таких АВП, який більше ждєт, да, але у нього дуже крута механіка. Він дуже багато і чітко попадає. В Наві чуть інший момент. Ми спробуємося виразити чуть інших игроків. В першу чергу, щоб вони були лояльні клубу. Це треба з дитсу прививати. Стіль зовсім інший, тому що, в моєм пониманні, АВП должен, як я вже сказав, він сам здаєт ситуації. Такі, як Саша, такі, як О'НСІ, такі, як Двайс. Тому, у нас совершенно разлива видня со всеми Академиями. І я б не сравнивав нас з кем-то. Плюс, якщо ти возьмеш состави і посмотриш состав наш кожний сезон, то видиш, що він постоянно м'являлся. Ми раз в три місяці м'являемо состав в зависимости от результата, в зависимости от прогреса игроків, ну, или, як в последній раз, війна. Ну, так. Поэтому, скажем так, ми виграємо зараз 4 сезон. Единственный раз, коли ми могли підготовитися нормально, це був 2 сезон. У нас було 4 місяці підготовитися. А вот за 4 місяці ми отлично, я считаю, зробили, зайняли 2 місяця. Немного не повезло против Маус в фінале. Но я очень доволен результатом. Остальные все сезони, скажем так, первый сезон мы 2 недели тренировались, новый состав. Второй сезон вот 4 місяці. Третий сезон за 3 недели мы поменяли опять состав и четвертый за місяць. То есть у нас постоянная текучка игроков, но это нам позволяет, так сказать, точечно выбирать и воспитывать звезд. Дякую за разгорнуту відповідь. Скажи, будь ласка, щодо медийки. Як ти вважаєш, чи потрібна медийка? І взагалі, ви досить потужно, принаймні, до війни працювали в цьому плані, так? У вас Яна, у вас постійно якийсь контент, я навіть там знявся буквально за декілька днів в якомусь RoeFloCast там на сцену вийшов, зіграв роль діда, мені худі подарували. Що по медийціу ти думаєш, як взагалі от хлопці, саме які зараз в команді, як вони це бачать? І чи займаються вони цим? І чи сама академія, тобто там ти, не знаю, керівники приходять і проводять якісь бесіди з гравцями в цьому плані? У нас раніше, зараз до війни, коли ми збиралися на буткемпі в Києві, нас постоянно приїжджав или кто-то з медіа-діла, или кто-то з руководства, объяснял, як би сказати, культуру, да, общення с фанатами, со спонсорами і так далі, ведення соцсетей. В Na'Vi большой упор на медийку, потому що в будущем це як би цена игрока, так сказати. Я ребятам пытаюсь объяснить всегда, що чем більше ты медийний, тем в будущем будуть приходити тебе спонсори, ти будеш більше зарабатувати, у тебе буде більше фанатов, я буду більше смотреть, поэтому этому ми уделяємо більшове внимание. До войны ми дуже багато снимали, да і сейчас Яна дуже снимає в онлайні, але, к сожалению, знаєш, це не такий эффект, коли ти через камеру сидиш, общаєшся. Наша фішка всегда була, знаєш, видосики з буткемпа, наш буткемп, как мы кушаем, как мы веселимся, і це придавало, знаєш, определенну фішку. Да, ми делаємо упор на медику, але зараз дуже молодий состав, і там діти не понимають, з чим їм там стримити і так далі, да. Они, як сказати, не заражены этим ще перспортивним ядом, деньгами, да, эго, і вони такие чисті ще, і вони не понимають этого. Але я периодично їм стараюся там по стримі, да, включи камеру, там і так далі, там, с Адамом постоянно, ми общаємся на цю тему, з Димой демоном, то есть, ребятам, ми їх пытаємся обучати, вот у нас как раз, що ти снимался відео, да, я тоже в нем снимался, так, так, я знаю, 5 часів ми сиділи, це був анонс літнього компа нашого, так сказати, ми хотіли летом запустити в Києві для молодих ребят з України, але, к сожалению, так все закончилось, і там ми должны були как раз ребятам провести весь этот курс, як поступати, як себя вести, що говорити, щоб ти був красавчиком, щоб організація за тебе стыдно не було, так сказати, медіакультура, да, можно так сказати, тому, да, раніше ми завжди уделяли цьому час, часом тяжело стримити, я чувствую, знаєш, не до стримів там, сейчас. Ну так, я думаю, це важко, в принципі. Пройдет время, да, я уверен, вони повернутся ко всему этому. Час, опять же, периодически вони стримять, там, Даня с Родіоном на выходних, но сейчас с этим тяжеловато немного. Ну, я сподіваюся, що ви поясните їм, що не тільки там стримити потрібно, але якийсь Instagram вести, знаєш, щось в Twitter писати періодично, тому що це така сукупність факторів, яка впливає на медійку. Смотри, це ж понимаєш, що це на більш взрослих хлопців, з тим же Валєром, я йому завжди об'ясняв, що треба стримити, напиши щось це, тобто, игрок к этому должен прийти, ти його підталкиваєш, да, він должен к этому прийти. і, знаєш, 13 років, 14 років, це не до введення твиттера, повіри мені. Не, я розумію, я розумію. Да, вони туди даже не заходять. То есть, вот, знаєш, тренировка закончилась, ми там, долгий, тяжелий день, я вже дуже устал, вони йдуть там ще грати. То есть, у них своя там история, вони веселяться, у нас замечательные малыши, я в фанатах, поэтому, с ними все будет хорошо, мы им всем поможем медийно, в игровом плане. Им надо чуть подрастить сейчас. Я думаю, що нема сенсу запитувати, коли ви зберетесь разом на буткемп, да, напевно, зараз в цьому взагалі. У нас должен был быть буткемп 19-го, 20-го февраля. Должен был Адам прилететь з Чехии, мы там получили всевозможные невозможные разрешения, потому что ему 13 лет, тяжело и мы должны были все собраться в Киеве, вот тут, где я сижу, в нашем офисе, тренироваться, поснимать видосиков, Яна там сделала кучу, придумала кучу разных идей, у нас был отличный план, и когда вот уже ближе к этому, я понял, что буткемп надо отменять, потому что если дети приедут сюда, представь, самому тяжело собраться, а тут еще надо за малыми сидеть, смотреть. Плюс это огромнейшая ответственность, знаешь, это не просто его одного отпустить по Киеву, а война идет, и это большая ответственность, поэтому мы отменили буткемп, и слава Богу, что додумались. Ну да, на 20-е число десь, напевно, по відчуттям уже ситуация нагніталась, и все большинство, ну принаймні украинцы розумели, кто у нас сусиды, и что это все не просто так, что действительно тут уже тяжело рядом жить. Дуже важко. Дивись, ты там на початку трішки мы с тобой зачепили тему, питание по академиям про Доту и про Valorant. От уже враховуючи твій досвід, это уже мабуть, скільки, роки-три ты, мабуть, працюешь с молодыми в КС, ну и сам же ты тоже в Доту граешь, тебе же там не одна тысяча годин, там, чи грав, окей, ти знаешь специфику комьюнити, знаешь там специфику гри. Как ты вважаешь, насколько это для вас реальный кейс, в яком вы сделаете академию по Доте? Ты знаешь, так со стороны если смотреть, очень тяжело, потому что Дотеры своеобразные игроки, большинство из них интересует один турнир в году. Это проблема Доты, и в первую очередь в этом от Valve. Они уничтожили просто экосистему Доте, потому что всех Дотеров интересует с кем я буду играть на Интернешнл. Остальное их не интересует. Также Valve, поставив эти ДПЦ сезоны, они просто убили всех турнирных организаторов. Буквально 2-3-4 турнира проходят за год между этими ДПЦ сезонами, и даже если они проходят многим командам Тир-1 тяжело играть. Поэтому тут деталей очень много, но опять же в поисках игроков я думаю нам будет помогать тренер. И я считаю это реальным, потому что знаешь, мы первые запустили Академию в таком формате. Когда-то давно была еще Fnatic Академия в году 17-м. Они самые первые запустили, но тогда было еще рано. КС не был готов к Академиям. Сейчас, когда цены фантастические на Тир-1 игроков в первую очередь, все равно были не готовы. Мы тогда рискнули, запустив этот проект Кэмпа. Честно, я сам даже не знал, чем это закончится, потому что я сам, знаешь, не медийный парень, я больше люблю просто поработать, но не светиться. А как у нас эти видосы начались, для меня это дико было. Потом я, конечно, привык. Так вот, Доту также можно сделать. Принцип, я думаю, будет тот же. И самое важное, начать воспитывать игроков с правильным майнсетом. То есть, в первую очередь, это триатизм. То, что мы будем украинцев брать. Дальше, это лояльность к организации. Это очень важный момент, потому что вырастают потом орки, так сказать, которые тебе трепят так мозги по зарплатам, по условиям, ну, там, куча всего разного есть. Поэтому попытка, я думаю, будет у нас хорошая. И я уверен, что у нас все получится, потому что есть пример PS, да, в Доте я примерно так же это все вижу, просто нам надо понять формат этой работы. Плюс-минус будет все так же, мы будем набирать 5-10 человек ботеров, у них будет тренер, и вот они там все будут разбираться. Моя задача будет как бы курировать. По Valorant, это еще как бы не утвержденная идея, но это одна из идей. Нам очень важно, чтобы в Украине появлялись украинские игроки, молодые. Пока что в Украине их нет. Ну вот могут сайты писать все, что угодно, их просто нет. И вот наша задача в течение года-двух воспитать поколение, которое потом сможет выступать в Na'Vi или просто выступать на Тир-Один-Ура. Как это будет, мы посмотрим, много деталей, много сейчас препятствий из-за того, что все будет онлайн, скорее всего. Ну, точно, да. Или, возможно, мы какую-то часть будем проводить в Европе, но посмотрим еще. Но все равно, если уже делать Академию по Валоранту, то так само будет выбор на пользу украинских игровцев. Правильно? Конечно, конечно. У нас в первую очередь приоритет на украинских игроков. Конечно, мы также рассматриваем талантливых ребят Латвия, Эстония, Казахстан, Узбекистан, Грузия, ну, не важно. Ну, умовно, тих, кто сможет разговаривать однию мовою в складе, так, будь то российский, мовою приоритет это на украинские игроки, потому что нам важно воспитывать именно наших украинцев. Ну, и так, зрозуміло, в многих контекстах и с ними тоди простейше працювати. Я понимаю, правильно, что, типа, с Дотой, враховывая ее экосистему, например, если даже поревнявать с Валорантом, то она гораздо сложнее, потому что Валорант, ну, Riot, там, умовно, больше працюют над киберспортом, над какими-то своими лигами, так, и над развидком. А Дота в цьому плане это, ну, просто абсолютно инший світ. И, если уже там выбирать, то организация мает оценить с точки зрения финансов, с точки зрения медийности, что ей, умовно, удобнее и удобнее развивать. Доту або Валорант, або и те, и те, правильно? Там есть детали, ты понимаешь, допустим, тот же Валорант, у них 3-4 турнира в году, при том, что Riot всем занимается. Сейчас Riot запускают франшизную лигу, но это все равно 3-4 турнира в году. Но Riot просто делает все правильно, общение с командами, с игроками, они заранее присылают тебе анонс сезонов, ты знаешь все четко, у тебя все расписано, что ты будешь делать, но, к сожалению, очень мало турниров. Дота, у нее просто мертвая экосистема, это в первую очередь все брать в финансовую часть, но с нее не заработать, так сказать, это благотворительный. Ты можешь с нее заработать, если твоя команда попадет по 8-8. Грубо говоря, ты весь год работаешь ради шанса попасть в эту восьмерку. В остальных других случаях она не... Ну, может, знаешь, топ-16 еще как-то минимально отбить, но в остальных других случаях это без шансов, спонсоры не приходят, игроки не сильно медийные, но у Navi просто большое наследие в Доте, поэтому мы всегда поддерживали эту игру и в будущем также это будем делать. Возможно, возможно, открыв академию, мы что-то изменим, как минимум в Украине или в нашем же Дота-составе. Изменятся игроки, поменяются поколения, поменяется мансет видения, как это надо делать, появится лояльность, но опять же есть издатель Valve, который руинит очень много, к сожалению. Вот так, тут порівнювати с Counter-Strike'ом навіть в цьому плане тут две різни. А тут все просто, потому что в Counter-Strike'е есть турнирные операторы, которые регулярно проводят турики. Конечно, есть большие турнирные операторы, там Blast, ESL, которые они сами создали в первую очередь ESL, да, они профессионалы своего дела, они уже много лет на рынке, они знают, как все делать, они поорганизовывают турниры, и только благодаря им сейчас в Counter-Strike'е все хорошо, проходят турниры. Вот представь, не было бы сейчас Blast и ESL. Понятно, может, был бы кто-то другой, да, но представь, что ESL Valve делала также RMR-турниры, три, ну и два мажора, и все. И два мажора, все, это все. Плюс зараз еще есть, например, много турников, где Тир-1, Тир-2 играют, каких-то бетерских капов, в том числе, и это все позволяет развивать, не Тир-1 Counter-Strike, так, а саме Тир-2, Тир-1, Тир-2. Ты же понимаешь, эти игроки могут потом перепрыгнуть, поэтому даже маленькие турнирные операторы, они развивают же Тир-1 цену в будущем. Плюс, если ты посмотришь, сейчас очень много тех, кто 2-3 года назад только заходил в киброспорт, маленькие турниры, у них же призовые побольше, здесь 50-300, 500 тысяч, да, уже ланы проводят там в Сербии, в Черногории и так далее, поэтому, это, знаешь, время идет, все такое улучшается, на самом деле, в КСе, просто, есть Valve, знаешь, вот они иногда придут, там, минус тренера. Ну, типа, да. Минус, там, 30 еще тренеров, да, свой же баг, то есть, они так иногда врываются и, знаешь, так подруинивают, так сказать. Ты такие думаешь, серьезно, ну, типа, а что это взагаля? Ну, да, и, знаешь, как бы, вот тоже смешная ситуация с этим багом, твоя игра, так, ты не можешь справить, так, и банишь все других людей. Мне понятно, что использование читов, я это не приветствую, то есть, каждый должен отвечать за это, но в то же время, с другой стороны, если посмотреть, с создателем, который не может, я не прогер, но, мне кажется, такие моменты можно элементарно исправить в игре, может, я не прав. Так, и, как на меня, это покарание достаточно суровое, конечно, есть какие-то пациенты, которые просто там не вылакованы, так, какие прям абьюзеры бага, с ними все понятно, но есть там випадки какого-то одного матча три года и тут просто у вас вылазит еще, ну, ладно, это окремая тема, окремый подкаст, давай трешки поговорим про особистое, уже, как бы, по киберспорту, по академиям досить багато разговорнуто было всего, ну, про что мы можем с тобой говорить, как не про киберспорту, напевно, про войну, скажи, будь ласка, вот, твои відчуття, как все сталося 24 числа, где ты был, какие твои были эмоции, что ты чувствовал, взагалі, что ты делал, батьки, я знаю, что ты с батьками живешь поруч, как взагалі в тебе все це відбувалось. Все были шокированы, потому что, ну, я до последнего не мог поверить, что именно в таком формате все начнется. У нас есть, был пример, 2014 года, когда на Донбассе все это началось. Знаешь, когда ты далеко от этого, ты не сильно воспринимаешь и не чувствуешь, когда у тебя уже над головой летят ракеты, это уже другой расклад. Я был дома, был дома, плек поздно, около 3-4 часов ночи и проснулся, у меня телефон утром добивался, мне, по-моему, Яна написала, что просыпайся, началась война. Я еще не понял, что происходит и пытался проснуться, и у меня над головой пролетел самолет. То есть, я четко это услышал, и, знаешь, меня аж разбудила. Был шок. Сразу родители ко мне пришли, мы начали в телевизор смотреть, что происходит, и тогда уже стало понятно, что началось что-то страшное. я несколько, наверное, первых дней не мог вообще поверить, что происходит, и, знаешь, каждый раз просыпался и думал, что это сон где-то, но, к сожалению, такое началось. Первый же день у нас должна была быть тренировка, я долго, знаешь, собирался, что написать парням, кроме того, что тренировки заканчивается, ну, тренировки сегодня не будет. С каждым пообщался, пообъяснил, чтобы ребята не переживали, что все будет хорошо, ну, знаешь, ты тоже сидишь и думаешь, что ты можешь сказать. Полная жопа. Я со всеми пообщался, и мы пытались привыкнуть к новой реальности, постоянно с ребятами общался, старался их поддерживать, что все будет хорошо, скоро это все закончится, будьте в безопасность, попробуйте уехать. И тяжело было в первые дни, очень тяжело. Ты в Киеве был? Да, я в Киеве был первые два месяца. Вот этот самый тяжелый период. Потом приняли решение поехать в Львов. Помогло НАВИ, организация, нас вывезли, поселили, за что большое спасибо. очень тяжело было в Киеве, так сказать. То есть, помогало общение с друзьями, мы постоянно, у нас там общие чаты есть, постоянно, что у вас, что тут, кому помощь нужна. Но наступил момент, знаешь, внутри было очень тяжело, и я вот в один день пошел, купился на большую сумму в магазине, прихожу домой, это, знаешь, шоколадки, йогурты, еды почти нету, хлеба не было, масла не было, и, ну, я, знаешь, по настроению в семье уже понял, что надо родителей вывозить. И вот так мы выехали во Львов, пробыли там месяц-полтора, и вот я после мейджора вернулся в Киев. А батьки сейчас где? Киеве. Давай сейчас, ты можешь отвечать, можете отвечать, интересная история, почему поехали из Грузии. Это не связано с войной, с Абхазией? Да, это так же, да, я еще маленький был, мне было 3-4 года, и у меня, знаешь, флешбек такой, вот, наверное, единственное в памяти осталось, летит вертолет. Потом мы с родителями на эту тему говорили периодически. Россия напала на Грузию и отжала территорию, как обычно. Так было с Донбассом, так было с Приднестровьем. И знаешь, родителям, в первую очередь, тяжело было второй раз терять опыт. Да, второй раз, потому что, как бы, в Грузии мы жили город Гагра, это раньше был, как сказать, главный курорт. И в СССР, и в СНГ, и, наверное, в Европе все приезжали. Очень много людей отдыхать сюда. Я сейчас смотрю по фотографии, ну, там, разруха, людей мало, бедность. Ну, ясно, туда, где приходит Россия, там завжди гимно и лайно, все зрозумело, ничего нового. И ты знаешь, это пример того, что прошло уже 30 лет. И ничего не изменилось. И ничего не изменилось, лучше не становится. И то же самое с Приднестровьем, то же самое с Северной Осетией, с Абхазией, из Донецка, до Донбасса. Да. На жаль, это так. Что, по твоим чувствам, что изменилось в тебе с начала войны? Вот, что-то в середине, что-то, ну, какие-то изменения, типа, что ты можешь отметить, что поменялось? Да, я думаю, много чего поменялось. В первую очередь, отношения к простым вещам. А там, к идее, к друзьям, к родителям. Мы стали ближе за все это время. Мы во Львове жили в одной комнате долгое время. Знаешь, это очень сблизило. Потом, да, в Киеве там был период, не было продуктов, да, то есть, надо было куда-то далеко ехать, обывать еду, так сказать. Когда мы приехали во Львов, и там все есть, да, открытые рестораны, люди гуляют, веселятся. Я как бы понял, насколько важно уделять всему, знаешь, таким мелким деталям и я думаю, очень многое изменилось. Переоценка отбылась, я думаю, у всех. ценности очень сильно поменялись. Конечно, когда, знаешь, вот такой, наверное, плохой пример, люди, которые не были в Украине, да, когда все началось, они чуть по-другому на это смотрят. и я себя словил на мысли, знаешь, ну, как такое может быть, да, там нас обстреливают, как вы можете, там, по-другому на это смотреть. Когда приехал Валев, пожил две-три недели, да, потому что первое время тяжело было, очень. Перевыкнуть, так сказать, на более спокойную жизнь. Тогда еще обстрела Львова не было, было все спокойно. Я себя даже словил на мысли, что у меня даже, знаешь, радикальность уменьшилась, да. Ну, чувство войны меньше, это, типа, как ты говорил про Донбасс, да, что когда Донбасс была двежуха, то в Киеве ты не чувствуешь войну, так, когда ты в Киеве чувствуешь войну и потом тякаешь кудись, например, там на Захид, так, то уже, снова-таки, притупляется чувство войны, но война никуда не девается, она не остановится. и вот как раз прилет по Львову, меня сразу же вернул, куда, где был, так сказать. Сразу, знаешь, я понял, что, блин, нет, все только начинается, как бы, и надо быть в полном фокусе, и, знаешь, все эти чувства радикальные, они сразу же вернулись. И, да, вот это спокойствие, оно очень сильно притупляет, и это проблема большинства людей. Я знаю, что много наших в Европе живут, переживают, помогают, кто чем может, но они не чувствуют этого, того, что тут. И, слава Богу, я тебе так скажу, потому что многим повезло этого не прочувствовать. И очень жаль наших малых, потому что они в такое тяжелое время вырастают. это, но это отпечаток как СНГ не существует уже давно, это мы просто называем умовно регион СНГ. Я его тоже завжди намагался уникать, знаешь, от этой назвы СНГ, но русскомовный регион, насколько он может быть единым в целом. Я думаю, курсов, каких-то образотворчих историй, ну, образотворчих, это неправильно сказать, освятних историй. Ну, типу, знаешь, может у вас, я понимаю, что это там от задумки до конкретной дии достаточно большой час мое пройти, но в целом вы обговорили, или есть что-то такое, школы, курсы, что-то такое, знаешь, освятная история, именно в Украине по развитию под вашим брендом, или что-то подобное. У нас были планы быть, как ты знаешь, задействованными как и в школьных лигах, университетских, да, и как бы, так сказать, про то, что ты именно говоришь, мы такой формат не обсуждали, но скажу тебе со стороны Академии, да, то есть и с ребятами я постоянно там общаюсь, пытаюсь что-то объяснить, у них есть вопросы, да, там, неважно, это история, там, нынешнее время и так далее, то есть ты правильно говоришь, такое очень важно воспитывать, но этому надо прийти, знаешь, должны быть какие-то... Плюс ресурсы должны быть, то есть, ну, то ты маешь, это же не просто там ты организовал, ты же маешь еще людину подседать, чтобы она это вела, чтобы она там, умовно, если ты занимаешься Академией, то ты же не пойдешь в школу выкладывать, правильно? Потому что ты занимаешься Академией. Вот у меня, допустим, мы после Нового года договаривались с федерацией, с одной из федераций, ПЕ, по-моему, должны были делать книгу киберспортивную, точнее, не книгу, а курс, который должен был преподаваться в нескольких университетах в Украине. Сейчас, к сожалению, это все загнулось, там больше киберспортивное направление, не история, но сейчас будем смотреть, что будет, возможно, поучаствуем в этих образовательных программах, а так, чтобы четкого плана по истории пока что мы не обсуждали. Ну, истории ты имеешь на увазе взагалі, школы, курсы. потому что, ну, ты знаешь, тут, как сказать, вот я вижу, какие малые у меня, да, вот я с ними провожу полдня всегда, я вижу, у него проблемы, его настрой, его знания, и мне проще это объяснить. Везда, как отдельный курс сделать, у нас нету проблемных украинских игроков, у нас их нету. Все украинцы в академии, они и плюс-минус понимают, конечно, они маленькие, еще знаешь, кто-то понимает, допустим, Даня Родион, а там Адамчик, он не сильно, возможно, понимает, потому что он в Чехии, да, и с ним тоже надо проводить беседы, но он такой, молодой козак, поэтому за него я не переживаю. Свой хлопец, да? Да, да. Добре, будем закинчивать, давай наостанок пару слів от тебя, ну, какие-то желания, не знаю, людям, которые будут смотреть, желания, не знаю, какие-то привет, что-то. я хочу, наверное, сказать, что сейчас тяжелый очень период, да, и надо быть все вместе, держаться вместе, помогать друг другу, здраво оценивать то, что происходит, а не поддаваться эмоциям. И очень важно, мы все это сможем пережить. Надо держаться, смотреть в будущее, и, как я уже сказал, быть вместе, потому что сила в единстве в первую очередь. Дякую тебе, братанчик, было очень интересно, такая сместовая беседа, это самое, я на неделю приеду в офис, там, хорошо, я в офисе каждый день, да. Приеду, поспілкуемся, дякую тебе еще раз за интервью, друзья, это был Амиран, он же тренер, и он же главный зараз, который отвечает в НАТО Свинсера за академию, это был канал ВИПлея, не забывайте ставить Лукаса и подписаться, и, пожалуйста, побажания, и ваши думки, взагалі, по интервью, и какие-то слова поддержки для Амирана и команды Нави. Ухо, Амиран, для вас с удовольствием, записали цей подкаст, побачимось, до новых встреч, пока, пока, пока.